Здравствуйте, дорогие телезрители! Итак, сегодня в эфире очередной выпуск программы Телегриль Барт. Как обычно, у нас сегодня гость, вернее, очаровательная гостья. Чуть больше года назад Ивантеевский клуб Гриль Барт пополнился замечательными людьми. И одна из которых – это поэтесса, композитор, исполнительница. Я надеюсь, что сегодня она будет выступать и в той, и в другой, и в третьей роли. Это, к вашему вниманию, Елена Щеголева. Здравствуйте. Ну и, как обычно, я буду задавать какие-то каверзные вопросы. Очаровательная Леночка будет на них пытаться ответить. Леночка, когда вы первый раз взяли в руки гитару? Первый раз я взяла гитару, когда я училась на втором курсе института во дворе. Дворовые мальчишки меня научили трем основным аккордом. Сразу видно, что вы интеллигентный человек. Обычно говорят, я начинал на трех блатных аккордах. Вы их назвали основными, это прекрасно. Ну, а какая вы, не помните, какую первую песню? Или это было что-то дворовое такое? Нет, я помню очень хорошо эту первую песню. И я даже очень благодарна моим первым слушателям, потому что это выглядело вот так. А как первая любовь, Она к первой льнет... В сердцу льнет. В сердцу. Я понял. Вот таким образом. Но слушатели у меня были очень благодарны. Они ждали, когда я переставлю пальцы. Понятно. А чья эта песня-то вы помните? Булатая Куджева. Булатая Куджева. И было бы странно, если бы люди, которые появились в эфире, позиционируя себя, что они занимаются бардовской или авторской песней, не начали наш мини-концерт с какой-либо песней Булат Шалча Куджева. Мой конь притомился, сдоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки. До синей горы, моя радость, до синей горы. А где ж та гора, та река, притомился мой конь? Скажите, пожалуйста, как мне добраться туда? На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь. Ежей на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где же тот ясный огонь, почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечом. Фонарчик был должен зажечь, да фонарчик тот спит. Фонарчик тот спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один, без дороги во тьму. Куда же ты едешь, ведь ночь подступила глазам. Ты что потерял, моя радость, кричу я ему. А он отвечает, ах, если бы я знал это сам. Спасибо большое. Леночка, ну ведь, наверное, в те годы, когда вы взяли в руки гитару и по телевизору, и по радио, да и, наверное, во дворе тоже, пели совсем другие песни. Это была какая-то эстрада. А почему именно бардовская или авторская песня? Ну, я не могу так сказать, почему точно определить. Просто я-то жила, родилась и жила в очень маленьком провинциальном городке. У нас это вообще до нас не дошло, никакой авторской бардовской песни. Я слышала ее только по телевизору урывками. Я не знаю, мне просто очень нравилось. Вот, вот, нравилось безумно. Вот меня влекло туда, и особо там купить-то каких-то песен нельзя было. Ну, Высоцкого продавали, ну, Висбро продавали, Жанну Бечевскую, я помню, на таких вот виниловых пластинках. Вот это все мной скупалось, слушалось на проигрывателе. Очень-очень это было. Хотя никто из моих родственников не пел, и знакомых тоже эти песни не пел. Ну, я должен сказать, что по сравнению с тем, как вы одной рукой переставляли пальцы другой, сейчас сдвиги. Благодаря вам. Спасибо. Спасибо. Это можно вырезать, это реклама. Итак, ну вот у нас в разгар весны, наверное, пойдет вот такая вот песня. Была в советское время песня «А мне всегда что-то не хватает зимой и лето, осенью и весны». А весна, наверное, весной не хватает осени. Вот я слышал, что вы пели замечательную песню на стихи «Ёный морец» с названием «Осень». Запах пены морской и горящий листовый, и цыганские взоры ворон привоксальных. Это осень, мой друг, это волны молвы о вещах шерстяных и простудах банальных. Это осень, мой друг, это клюв журавля, это звук сотрясаемых в яблоке зерен. Осень, мой друг, это свежая тушь расползается, тщательно дни сокращая. Скоро все, что способно, покроется льдом Сирой толщей, классической, твердой обложки. Это осень, мой друг, это мысли о том, Как кормить стариков и младенцев из ложки. Как дрожать одному Надо всеми людьми Как осиновый лист, или кто его знает. Это осень, мой друг, Это клюв журавля, Это звук сотрясаемых в яблоке зерен. Осень, мой друг, Это слезы любви Ко всему, Что без этой любви Умирает. Кажется, мы уже навеяли грусть и тоску на наших телезрителей. По-моему, вы пели Замечательную песенку о Таким нестойком, странном женском характере. Было такое? Было такое. Давайте сменим Сменим грустную тему. Он за мною, следом шел, Я невольно обернулась, Он, конечно, подошел, Я, конечно, отвернулась, Он, прости, проговори, Я его не замечала, Он, конечно, повторил, Я, конечно, промолчала, Ла-ла-ла-ла-ла Неприступно глядя в пол, Говорить не захотела, Он, конечно, отошел, Я, конечно, пожалела, Если б он, он пошел опять, Догадался бы, сделал милость, Он бы стал бы упрекать, Я совсем бы согласилась, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Посмотрите, он стоит, Ты меня услышал, Боже, Он меня зовсепро простит, Я его, конечно, тоже, Снова он за мной пошел, Я невольно обернулась, Обернулась, он, конечно, подошел, я, конечно, отвернулась. Спасибо. Вот уже совсем другое настроение. Я помню, когда вы пришли в клуб, очень волновались перед первым клубным концертом, но вас тогда замечательно приняли и в зале кричали «Браво!», а пели вы тогда песню Лены Фроловой. Мой белый воробей живет на свете белом, чирикает, как все другие воробей. Но где бы он ни жил, и что бы он ни делал, все песни об одном о неземной любви, своей убили сновь, что злобным мишенью смущает небеса и балует врагов. Но что ему до всех? Он любит свою джень, и она глядит с небес, и он на все готов. Белый воробей, воробей, белый сердце, пожалей, пожалей нервы, все тебе потом распахнут двери серое пальто. Белые перья, белая душа, нежное сердце, Джене, хороша. Не переусердствуй, не сорвись с ноля, Не пройди мимо, все начнем с нуля. Кто твоя прима, белый воробей? Небо бездоннее от любви твоей, Тупь тянет ладони в солнечную лысь. Белый прохожий, сердцу улыбнись, Господи, Боже! Мой белый воробей, белее с каждым утром, Упрямая зима упрямо настает, Но смотрит на меня, приветливый и мудрый, Мой белый воробей и песенку поет. Он радуется дню и не боится ночи, Чирекает всему, что Бог судьбе дает. И я черкну ему на память пару строчек, Люби свою любовь, а Джене подождет. Белый воробей, сердце забилось, Прилетай скорее, о, моя милость, Протянись во тьму, ниточкой счастья Все теперь приму. Стану прекрасней, ожидая день Светлого чуда, белая мишень, Радость откуда выстрелит в меня Белую птицу нежного огня Дай мне напиться, белый воробей Белая песня встала у двери Новую вестью даль твоей любви Выше небесней только позови Джене воскреснет Белый воробей, воробей, белое сердце Пожалей, пожалей нервы Все тебе потом Распахнут двери серое пальто Белые перья, белая душа Нежное сердце, Джене хороша Не переусердствуй, не сорвись с ноля Не пройди мимо, все начнем с нуля Кто твоя фриима, белый воробей Белая песня встала у дверей Новую вестью даль твоей любви Выше небесней только позови Джене воскреснет Ла-лай-лай-лай Ла-лай-лай-лай Ла-лай-лай Спасибо, замечательно Спасибо, Леночка Ну давайте вернемся еще к тому моменту Когда вы уже научились Переставлять пальцы одной рукой Которая на грифе Ну и что было дальше? Вот вы, наверное, когда учились Вы ездили на какие-нибудь слеты, фестивали? Ну это было уже гораздо позже Уже 10 лет спустя Когда я в том же самом нашем маленьком городе Я попала... Вы из этого делаете тайну Вы бы хоть название города сказали Это замечательный волжский город Портовый когда-то был Город Кинишма Город из Иванской области Область невест Вот Это тоже можно вырезать Это реклама И там появился небольшой клуб Авторской песни Руководили им девочки Приехавшие из Костромы Меня, конечно, там никто ничему не учил Я там подсматривала Подслушивала Разучивала песни Ну и вот с этим багажом Я пару лет спустя Приехала в Москву И не нашла Куда это Все можно приложить Ну в Москву, конечно, не кинешь Какие здесь авторские песни И на 15 лет я Забросила гитару Хорошо Но я ведь еще раскрою маленькую тайну Вы ведь не только Исполняйте Вы ведь еще и Пишите песни И стихи И музыку И музыку И чужие стихи И музыку И на свои стихи Может быть что-нибудь Покажете Власть и трон получает монарх Преимуществом первородства Знать досталось вам за просто так Первородное благородство И ужасного нет ничего В том, что в наше славное время Дон Кихоты стирают белье Дон Кихоты варят варенье Серых будней чудовищный дым Им готовят зловещие козни Но подолгу умеют они Не мигая глядеть на звезды Нам осталось чуть-чуть подождать И в какие-нибудь спиренеи Вы отправитесь прославлять Имя звонкое дуль синей В ясном блеске начищенных лад Ослепительным рыцарем франтом Вы с победой вернетесь назад На откормленном рассинанте Власть и трон получает монарх Преимуществом первородства Знать досталось вам за просто так Первородное благородство Спасибо, здорово А что навеяло-то именно вот про Дон Кихота? Или просто само пришло? Нет, оно не пришло само У меня был очень хороший знакомый Мой Сансей С которым я занималась рукопашным боем Это был абсолютно благородный человек Который в жизни нагреда был На поклон Отвечать поклоном Он попал в очень тяжелую ситуацию У него надолго слегла жена Мне захотелось его поддержать И вот я написала ему такие стихи Мы как-то возвращались в тренировки Долго ждали автобуса В морозным вечером И человек, который попавшись в такую сложную ситуацию Наверное, должен был рассказывать Как ему тяжело Как он замучен А он молчал-молчал и говорит Ты знаешь, вот я долго-долго смотрела на небо Однажды И у меня звезды сложились В созвездии Ну и собственно вот это меня толкнуло Я просто хотела человека так поддержать А потом вот получилась такая песня Елена принесла что-то новое Может быть в качестве анонса Споете то, что будет в концерте Попробую В белом сне В белом сне Как оттаявшие лединки По реке любви кувшинки По реке любви кувшинки От тебя плывут ко мне От тебя плывут ко мне В синем сне В синем сне От порога до порога По тропе любви дорога По тропе любви дорога От тебя бежит ко мне От тебя бежит ко мне В красном сне В красном сне В красном сне Бегут солдаты Те, с которыми когда-то Те, с которыми когда-то Был убит я на войне Был убит я на войне В белом сне В белом сне В белом сне Как оттаявшие лединки По реке любви кувшинки По реке любви кувшинки От тебя плывут ко мне От тебя плывут ко мне Замечательно Спасибо Ну, опять у нас пошло Грустное Потому что есть мнение К сожалению, мнение очень большого количества людей Что бардовские песни Это что-то такое тоскливое На трех аккордах Но, на самом деле, это не так И очень много замечательных авторов Женщин, которые пишут совсем другие песни Вот Вернемся к этому Да Давайте попробуем Кого будем петь? Будем петь Елену Казанцеву Замечательно Знакомься с Еленочкой Казанцевой Она прекрасный автор Скачерчи белая От утюжина Пора влади меня Поцелуй сто раз Заплати за свет Заплати за газ За квартиру мою Однокомнатную За собаку мою Ненакормленную За любовь мою Откровенную За инъекцию Внутривенную И за дачу мою Пятистенную И за жизнь мою За без Ценную Здорово Такой крик женской души Основное слово Заплати Правильно Никакой любви нет Это все мужики придумали Чтобы женщинам не платить Где-то я уже эту сентенцию слышал А вот еще там что-то было Хорошее Боже мой Распускаются веники Что-то нынче весна преждевременно Я сварила на ужин вареники И сказала тебе Что беременна Ничего не ответил мне суженый Подавился улыбкою робкою И ушел Отказавшись от ужина И оставил конфеты С коробкою А на что у меня они Шоколадные Мне бы кислой капустки Как водится Ах, любовь Моя песня нескладная Там, где шито пошел И расходится Остывают вареники синие Я их выброшу к чертовой бабушке Я красивая, умная, сильная Я на утро сготовлю Оладушки Спасибо У нас не так часто в студии В этой бывают очаровательные женщины С таким замечательным Именно вот женским репертуаром Я думаю, что Женщинам-телезрительницам Это должно понравиться Что-то еще такое было у нас Женской, замечательной Бардесса, замечательного автора Наташи Дудкиной Эти тени под глазами Эти складочки у губ Не от возраста И даже не от слез Какие слезы Право слова в наши годы Просто мы, как на вокзале В толчей набегу Догоняем уходящий паровоз А счастье, видимо, возят Теплоходы Устаем от ожиданий Долго смотрим на часы А там минутная ползет, как часовая И то что, она в комплекте и пределе Ну где же ты, мой Богом данный Раз такой-то, мама, сын И на каком ко мне ползешь Трамвая долго-то Что даже кудри поредели Долго ты меня тревожил Мой потрепанный герой Взгляну окно, а там не саженцы Давным-давно деревья вековые Надо было быть постороже Но как умную не строй Все равно потом окажется Что прыгаешь на грабли Как впервые Спасибо Ведь вышла бардовская песня из Туриски, где было все просто Костер, палатка, дождик, вишня дружба, горячего чая чашка И вот выливаются это сейчас в такие философские песни Ну вот после того, как вы 15 лет назад Через 15 лет вернее Вы вернулись в эталоно Вы же продолжили писать свои песни Ну да Ну давайте Этой песне тоже очень сильно аплодировали Особенно женская часть Вагончик Какую-нибудь предысторию вы расскажете нам? Да, собственно, там все в песне есть Хорошо Тогда слушаем внимательно У меня свой вагончик Последний вагон называется песня Мне перестали сниться поезда И залы ожиданий перестали сниться Как раздозрела ягодка, когда Вагон последний я смогла пробиться Тащу набитый доверху мешок Ненужный хлам семейных сложностей побочных А с верхних полок слышен мытирук Слегка нетрезвых вахтовых рабочих В моем вагоне проводницы нет И наглухо затрайны все окна И мне по нервам бьет дежурный свет Ни дремлющего мужа, ни на око Как-то счастливой жизнью плиты Курю в окно, смотрю на суету перронов И думаю, ну почему вдруг ты? Вон сколько там отцепленных вагонов Вагон семейный лечит сотню ран И в то же время глухо в нем, как танки Порой сорвать мне хочется стоп-кран И убежать на первом полустанке У меня есть после история Давайте после Мой муж, услышав эту песню На строчке Вон сколько там отцепленных вагонов Все время шепчет Вон сколько там испорченных вагонов Это тоже реклама Уже мужа Елены Он не испорченный вагон Он про другие вагоны Я понимаю Вдруг я испорченный, а он нет Лена сделала очень большое дело Потому что своего мужа Замечательного Константина Борзенко Она тоже, можно сказать, силой и женскими чарами Привлекла в клуб Тот не брал гитару с 8 класса школьного ансамбля Но сейчас взял и уже неоднократно выступал в клубных концертах Ну я знаю, что жизнь у вас была крайне нелегкая Вы же по образованию педагог Но пришлось заниматься практически всем Я не жалею Не жалеете, что педагог? А я жалею Не жалею, что пришлось заниматься другим Когда я ушел из медицины Меня спрашивали Ты не жалеешь, что ушел? Я говорю, жалею Что ушел поздно Надо было значительно раньше это делать В мое время еще медицину не так развалили, как сейчас Ладно, дело не в этом А вот это ваше, наверное, навеяло именно сменой и города, и профессии, и обстановки, и всего-всего-всего в жизни Вот это ваша песня «Танго больных коленей» Сейчас попробую Я ее называю социальная Я из проклятых, из девяностых Я наблюдала с ожелением Как по законам коза ностры Вдруг полетела наше время Оно бодалось, оно пинало А я неслась Ни по течению Мне не сказали А я не знала Что у упрямых Болят колени Я из упрямых Тех самых женщин Мужей никчемных Тогда бросавших Нас миллионы Никак не меньше Нас в одиночку Детей поднявших Я выживала Давала сдачи Стыдясь кривого Отраженья У рук усвоен Москва не плачет За гордость плата Болят колени А время годы Режет бритвой И наступает Отрезвление Ты столько раз Вбивалась ритмом Танцую танго Больных коленей Решила так Пол жизни скомков С меня довольна Преодолений Живу не быстро Пою не громко Приходит время Беречь колени Сбилось Здорово Очень хорошо Зато видно Что это все Жильем Да Ну и наконец Мы наверное Будем заканчивать Вот Вы говорили О маленьком городе В котором не было Клуба авторские песни Я не знаю Тот город О котором мы будем петь Он рядом? Далеко? Нет? Рюа там 400 км Приезжайте Ну до российских Нет Я имею ввиду О котором мы будем петь Город Далеко от Кинишмы? А Это далеко Это далеко Значит туда уже не поедем Не поедем Ну давайте Просто по традиции С каждым из приглашенных Мы что-нибудь поем Вместе Целый день Стирает прачка Муж пошел за лодкой На крыльце Сидит собачка С маленькой бородкой Целый день она таращит Умные глазенки Если в доме кто заплачет За грусти в сторонке А кому сегодня плакать В городе Тарусе Есть кому сегодня плакать Девочке Марусе Отвратили Марусе Петухи да гуси Сколько будет по Тарусе Господи Иисусе Как бы мне такие перья Да такие крылья Присела прямо во дверь я Бросилась в ковылья Чтоб глаза мои на свете Больше б не глядели Петухи да гуси эти Больше б не голодели Ох, трудно жить в Марусе В городе Тарусе Петухи одни да гуси Господи Иисусе Господи Иисусе Занятия проходят По понедельникам В КДЦ 1 мая С 19 часов 15 минут Это все без вас Без ДДО Бесплатно Не важно Умеете вы играть Петь не умеете Главное что вы любили Наш жанр Сейчас я еще раз хочу Поблагодарить Очаровательную Елену Щоколеву За то удовольствие Которое Она достала У нас тут есть И несколько зрителей И мне И нашему Замечательному Оператору И попрощаться с вами До новых встреч Спасибо До свидания Всего доброго До свидания